Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 2 апреля и давайте посмотрим, чем у нас начинается сегодняшний торговый день. Я напоминаю, что пасхальный праздник еще продолжается, поэтому некоторые инструменты пока не торгуются. Рынок чуть более тонкий, чем в нормальной обстановке, поэтому давайте начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению мы можем обозначить минимальными уровнями, которые были зафиксированы 29 марта, ну и далее на 22.32 возможно снижение. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу на уровне 1.23.30. По паре британский фунт и американский доллар также тенденция коррекционно нисходящая на текущий момент сохраняется. Возврат к покупкам мы можем ожидать в том случае, если пара сможет закрепиться выше максимума в пятницу, которые были зафиксированы на уровне 1.40.57. Если британский фунт и американский доллар сможет преодолеть данный уровень, то после этого уже набирает на продолжение восходящего движения до уровня 1.42.48 и 1.43.59 соответственно. Ну а пока мы торгуемся ниже данного уровня, тенденция все-таки пока остается нисходящая. И цели по данному снижению, ну во-первых, это уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы на прошлой неделе и далее движение на 1.37.69. А пара американский доллар, канадский доллар на текущий момент находится в восходящем движении в рамках часового таймфрейма. Цели роста это область 1.29.60, максимальное значение, которое было зафиксировано на прошлой неделе и далее движение на 1.31.81. Возврат к продажам будет рассматриваться в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в четверг и в пятницу на прошлой неделе на уровне 1.28.59. Пара американский доллар, японская иена на текущий момент продолжает свое нисходящее движение, которое началось у нас в пятницу после преодоления минимальных уровней четверга. Цели по снижению это область 105.33 и 104.50. Возврат к покупкам по данной паре будет рассматриваться в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальных значений, которые были зафиксированы 28 марта на уровне 107.02. На текущий момент тенденция нисходящая в рамках часового таймфрейма сохраняется. А по паре австралийский доллар и американский доллар также в пятницу мы смогли преодолеть максимальное значение четверга, ушли выше уровня 76.87, закрепились за ним. И на текущий момент в рамках часового таймфрейма также тенденция восходящая преобладает. Цели роста это 77.56 и далее движение на 77.88. Продолжение нисходящего тренда будет актуально в том случае, если австралиец сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 29 марта на уровне 76.40. По паре евро-фунт с пятницы мы торгуемся выше максимальных значений, которые были зафиксированы в четверг на уровне 87.69, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу восходящего движения по данной паре с целями роста среднесрочными на уровень 89.89. Возврат к продажам по данному инструменту будем рассматривать в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 28-29 марта на уровне 87.35. По золоту сегодня с утра мы видим торговлю выше максимума в пятницу, что в рамках часового таймфрейма нас возвращает к фазе восходящего движения с целями роста до отметки 1364. И данный сценарий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше минимальных значений пятницы, которые находятся на уровне 1321. По нефти марки Brent здесь я бы обозначил больше боковое движение, чем с ярко выраженным направленным характером даже в рамках часового таймфрейма. Но тем не менее сегодня с утра мы торгуемся выше максимума, которые были зафиксированы 28 марта. В четверг, также в пятницу, напомню, мы пробивали данное значение, что в рамках часового таймфрейма нас возвращает к восходящему движению. Но о продолжении роста на уровень 73.74 имеет смысл говорить в том случае, если мы увидим уход выше максимума, которые были зафиксированы 27 и 26 марта на уровне 71.04. Возврат к продажам будет актуален в том случае, если нефть марки Brent сможет пробить минимальное значение в области 68.62. И тогда уже мы можем увидеть снижение до 63.18. Ну и биткоин. По биткоину тенденция нисходящая сохраняется. Здесь у нас ничего не меняется с прошлой недели. Следующая цель по снижению, в принципе она остается прежней с прошлой недели, это уровень 5783. Возврат к покупкам будет актуален в том случае, если мы видим закрепление выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера в воскресенье на уровне 7000, ровно 7000 долларов за один биткоин. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Я напоминаю, что сегодня понедельник, а значит мы с вами встречаемся на нашем YouTube-канале в 18.30 по Москве, Таллину, Киеву и Риге. Для того, чтобы обсудить каждый из инструментов более подробно и чтобы я смог ответить на ваши вопросы. Поэтому не забывайте ставить лайк к видео, которое вы смотрите, подписываться на канал, чтобы получать уведомления о новых трансляциях. Всем желаю хорошего дня, хорошей недели и увидимся уже еще раз сегодня вечером на трансляции в 18.30. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok